Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Влюбилась в соседа. Очень. Он не жена, детей нет. Живёт через стенку 3 месяца. Я живу с мужчиной, у меня ребёнок. Нашёл сосед меня в соцсетях, признался в симпатии. Сначала он просил познакомить другого соседа с подругой, потом признался своей симпатии ко мне. И звал замуж. Три дня назад он позвал меня и моего сына на речку. Сходили, погуляли. Два дня назад провожал меня ночью до аптеки и обратно до дома. При встрече всегда мило улыбается мне, я просто дико в него влюбился. Помогите мне разобраться, что если это временное увлечение. Задает вопрос Валерия. Ситуация следующая. Несколько есть моментов, которые я хотел бы обратить ваше внимание. В первую очередь то, что вы говорите влюбились. Есть довольно множество, довольно много, точнее чувств, состояний, эмоций, которые люди называют влюблённостью. На таком чисто бытовом, я бы сказал, уровне. И не все из этих состояний, не все из этих чувств являются по сути своей влюблённостью. Есть состояния и чувства, которые не имеют ничего общего с влюблённостью, но которые интерпретируются или могут интерпретироваться человеком как влюблённость. По ряду признаков. Как правило, признаков достаточно клещированных. Ну, например, если я думаю о человеке все время, если я постоянно скучаю по нему, если меня к нему тянет, вот, рассуждает в данном случае такой человек, то значит, скорее всего, меня влюблён. Говорит он. И иногда это правда. Иногда, но не всегда. Иногда под влюблённостью, за влюблённостью стоят другие чувства. Стоят другие желания, стоят другие потребности. Например, например, за влюблённостью вполне может находиться какая-то потребность. Потребность в защите. Потребность в безопасности. Потребность в любви. Потребность в признании. Потребность в восхищении. Потребность в компенсации чего-то. Ну, а, например, чего-то, что, вот, человеку может не хватать. И, конечно, очень важно это разграничивать. Конечно, очень важно это осознавать, чтобы не путать одна с другими. Не путать себя и не путать другого человека. Крайне это важно. Вот. Легче всего и проще всего проследить. Именно проследить. Ну, за своей влюблённостью. Да, как бы, вот, ну, за чувством, например, влюблённости. Легче всего проследить. Когда, допустим, вы это ощущаете, когда вы это чувствуете, то чего вы, к примеру, хотите. Ну, в этот момент. Вот. Всем вынуждается. Важным аспектом также может являться ваше желание делать что-то для человека. Или, напротив, ваше желание получить что-то от человека. Важную роль играет и то, например, в каком вы состоянии находились, когда начали испытывать влюблённость. Если вы находились в состоянии невдовлетворённости, если вы находились в состоянии тревожности, если вы находились в каком-то ещё состоянии, то большая вероятность. От того, что, ну, вот, в данном конкретном случае, говоря о влюблённости, вы подразумеваете некоторое другое чувство. Да? Например, как, ну, например, что-то компенсирующее. Вот. Так, как бы, то есть, вот, пытаетесь вы в данном случае что-то компенсировать. И в данном случае наша задача заключается в том, чтобы понять, чего именно вы пытаетесь компенсировать. что вы хотите компенсировать, как вы хотите компенсировать. И, ну, может быть, соответственно, почему именно вот, допустим, вы выбираете вот именно такой, допустим, способ для компенсации. Для компенсации. Вот. Всё это является очень важными элементами вашей жизни. Нашей жизни. Следующий аспект, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы говорите о том, по большому счёту, что сосед вас нашёл, что сосед признался вам в любви и звал вас замуж. Нет, понимаете, то, что человек может испытывать к вам светлые чувства, это хорошо. То, что человек способен испытывать к вам светлые чувства, это здорово. Но надо было убедиться в том, что он вас также не идеализирует. Ладно, необходимо фиксироваться на том, что вас объединяет. Фиксироваться на том, что между вами общего. Потому что если влюблённость происходит только как процесс идеализации, так скажем, если влюблённость происходит только как проявление идеализации, что это пройдёт. Любая идеализация проходит со временем. Она длится не так, чтобы много времени. И это нормально. Для идеализации её недолговечности нормально. Чтобы отношения были крепкими, после того как идеализация завершится, необходимо что-то общее между людьми. Если этого общего нет, то когда идеализация завершается, между людьми, как правило, начинаются серьёзные проблемы. Если вы выстраиваете отношения по такому принципу, обращая внимание, например, на ваши чувства. Но не особо обращая внимание, например, на то, что между вами и человеком общего. То это могло бы достаточно легко объяснить тот факт, почему у вас не строятся отношения с мужчинами. Это могло бы объяснить тот факт, поскольку подобная влюблённость. То есть мы все хотим близости. Мы все хотим находиться в отношениях. Но тот способ, который мы выбираем для этого, может содержать элементы совсем других трудностей, совсем других, скажем так, проблематик, совсем других историй. Совсем других событий в нашей жизни. Понимаете, да? И если на это не обращают должного внимания, если этого не осознавать, то могут быть довольно серьёзные трудности. Вот. То, как ведёт себя сосед, то, насколько быстро позвал, например, он вас замуж, вызывает вопрос. Потому что по вашему описанию я так понял, что, знаете, вы друг друга недолго. И если человек уже зовёт вас замуж, то он старается пропустить в ваших отношениях. Необходимый этап ваших отношений. Что не есть хорошо. На мой взгляд. Понимаете, да? Ваши задачи здесь, здесь, будет заключаться в том, чтобы определить, какие отношения вам нужны, какие отношения вы хотите построить. Это проистекает из ваших, в том числе, ценностей. Соединёнными словами, от того, какие у вас ценности, какие у вас жизненные ориентиры и приоритеты, будет зависеть, то, какие отношения вы будете выстраивать с людьми. Понимаете, да? Это достаточно важный момент. Следующий важный момент, на который хочется обратить ваше внимание. Тот факт, что вы влюбились в его мужчину, говорит о том, скорее всего, что не так-то сильно вы любите мужчину, который рядом с вами, с которым вы живёте. И возникает вопрос тогда, как вы с ним оказались? Для чего вы с ним, если вы его не любите? Вполне возможно, что здесь речь идёт о некой зависимости вашей. И тогда, как вы, я надеюсь, понимаете сами, ваша влюблённость может иметь невротическую основу. Поэтому на это также необходимо обратить ваше самое пристальное внимание. Вот вы говорите, а вдруг это временное увлечение? Из какого чувства вы это говорите? На мой взгляд, из переживания за свою безопасность. То есть вы в данном случае чего-то боитесь. Вопрос заключается лишь в том, чего именно. Если вы не готовы в отношениях рисковать, например, то вам довольно будет сложно их построить. Потому что любые отношения, в общем-то, это риск. И риск довольно серьёзный. Хотя и не такой страшный, если подходить к этому, ну, с такой, с позиции, да. Например, с позиции избытка, а не с позиции дефицита. Как, например, подходите к этому вы. Но это не точно. Я могу в данном случае ошибаться. И так далее. Следующий момент. Вы говорите о том, чтобы мы помогли вам разобраться. А как вы это видите? Как вы видите то, что мы помогаем вам в этом разобраться. Мы, конечно, вам поможем. И с большим удовольствием поможем. Но как вы это видите? Вы думаете, что мы поможем вам разобраться, например, по только одному вашему тексту, который вы написали? Если так, то вынужден вас разочарать. Сделать это невозможно. Слишком мало, мало информации вы в данном случае о себе предоставили. Слишком много нужно уточнить. Нужен анализ вашего прошлого. Нужно задавать вопросы, чтобы понять, в какой психологической парадигме вы находитесь на данный момент. Нужно понять, что значит для вас мужчина, с которым вы живете сейчас. Что значит мужчина, которого вы встретили и так далее. В конце концов, нужно понять, что вы вкладываете в слово «влюбилась». Потому что вы сами чувствуете, что можете ошибаться. В ошибке нет ничего плохого. Мы все ошибаемся. Это нормально. Вопрос в том, что мы делаем с ошибками, которые совершали. Это очень важный момент. И я хочу, чтобы вы спросили себя. Да, я сделал сейчас первый шаг к тому, чтобы возможно лучше себя понять. В этом вы большая молодец. Но готовы ли вы делать дальнейшие шаги, чтобы лучше себя понять? Ведь то, что вы можете получить прямо здесь и сейчас, это лишь общее предположение. Которые с реальностью могут не иметь вообще ничего общего. Потому что, повторюсь, у нас достаточно мало информации про вашу жизнь и про вас саму. А нам, чтобы не гадать, нужны факты и материалы для исследования. Которые вы на данный момент практически не предоставили. И я хочу спросить вас. Вы готовы его предоставить? Вы готовы работать? Может быть, с привлечением кого-то из ваших мужчин, чтобы лучше в себе разобраться? Чтобы вы могли лучше себя понять? Может быть, что-то еще? Вы готовы к этому или нет? Вот такой ответ, я думаю, можно вам задать. Задать. Эээ, дать, точнее. Такой ответ можно вам дать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. В общем, надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует...